Сложные законы второзакония. Вообще, кто из вас последний раз недавно перечитывал книгу «Фторозаконие»? По плану. А когда план прошел? А что, сегодня читают? А, зимой читали. Ну и как? Ну, зато текст на слуху, правда? Вообще, честно говоря, название книги «Фторозаконие», оно взято из септуагинского названия. Такое, ну, неудачное название, потому что, а еще, знаете, в украинской Библии написано «Повторение закону». Да, «Повторение закона». А что тогда читать, если это повтор? Понимаете, такое впечатление, что лишняя книга в Библии, такое название, оно вводящее в заблуждение. На самом деле, книга очень не лишняя. Книга «Фторозаконие» – это тема моей докторской диссертации. Я специально взялся за эту книгу, потому что ей серьезно никто в церкви адвентистов не занимался. Ну, и взявшись за эту книгу, я понял, что многие вещи – это серьезные вопросы, серьезные вопросы, которые понятны становятся только, если читать очень внимательно. Вообще, говорим экзогеза, экзогеза, экзогеза. У людей и у пасторов впечатление, что это нужно быть доктором. Я специально показываю только русский текст, чтобы показать вам, что не надо защищать степень, чтобы понимать эту книгу, нужно просто очень внимательно. То есть, само экзогеза – это близкое прочтение текста, уделять внимание деталям и обращать на них внимание. Вот. Я просто исхожу из принципа, что Библия – это слово Божье, а Бог слов зря не говорит. То есть, Бог не пустословит. То есть, каждое слово, оно имеет какой-то вес в том, что нам открыто. Ну, давайте почитаем. Один из сложных законов. Отделяя десятину от всего – это у нас 14 глава – увеличить шрифт. Нормально? Окей. Отделяй десятину от всего произведения семян Твоих, которое приходит с поля Твоего каждогодно, и ешь перед Господом Богом Твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там. Десятину хлеба Твоего, вина Твоего, еле Твоего, первенцев крупного скота Твоего, мелкого скота Твоего, дабы Ты научился бояться Господа Бога Твоего во все дни. Если же длина будет для Тебя дорога так, что не можешь нести сего, потому что далеко от Тебя место, которое изберет Господь Бог Твой, чтобы положить там имя Свое, и Господь Бог благословил Тебя, то променяй это на серебро, возьми серебро в руку Твою, приходи на место, которое изберет Господь Твой, Бог, покупай серебро, что желает душа Твоя, волов, овец, вина, секера, всего, что потребует от Тебя душа Твоя, и ешь там перед Богом, и веселись, ты и семейство Твое. Левита не обижай, в жилищах Твоих не оставь, ибо нет ему чести и удела с Тобой. По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений Твоих, в тот год клади себе в жилищах Твоих. Пусть придет левит, ибо нет ему чести и удела с Тобой, пришелец и сирота, вдова, которая находится в жилищах. Пусть едят, насыщаются, дабы благословил Тебя Господь Бог Твой во всяком деле рук Твоих, которые будешь делать. Ну что, мы находимся на месте, где пребывает Господь? Ну да, так что, выпьем? Ну написано, ешь, покупай вина, секера. Ну вот, то есть, в тексте, ну, я вам скажу честно, скажу прямо. Многие, сколько спрашивали мы, когда я еще учился давно, в 90-е, приезжали профессора и все время от этого текста отмахивались. Та это там для них. В то время они не цивилизованные были. А что еще для них? Ну понимаете, логика, суббота тоже для них, как в чем-то учении, да? Для не цивилизованных. А мы цивилизованные, нам воскресенье подавай. Ну, это первое. Второе, если мы говорим о том, что серьезный германевтический принцип, насколько весь священного писания культурно обусловлено. Я хочу вам сказать принцип, который очень хорошо в одной из своих статей сформулировал. Он был предшественником Энджела Родригеса на посту директора Института библейских исследований. Это Вильям Шей, знаете этого брата, доктора богословия. Он сказал так, несмотря на то, что язык Библии культурно обусловлен, весть Библии вечно и не зависит от культурных условий. Иными словами, да, Библия может быть написана языком той культуры, но весть, которая в ней содержится, она применима и к той культуре, и к нашей с вами культуре. Второй момент. У Бога нет двойных стандартов. Знаете, мой любимый текст, Таразаконие, 25 глава. В твоей кисе не должно быть две гири. Одна правильная, другая неправильная. Бог имеет одни и те же принципы. Если мы сегодня говорим о том, что в глазах Божьих развод – это грех, то и тогда развод не был позволителен, как это некоторые себе представляют, не понимая, что говорит закон в Таразаконе. Если мы сегодня говорим, книга 1 Коринфянам 6 глава, воры, лихаинцы, пьяницы, да, царство Божье не наследует, кстати говоря, по Библии, на основании этого стиха. Сколько раз нужно переспать с чужой женщиной, чтобы назвали тебя прелюбодеем? Сколько раз нужно своровать, чтобы назвали тебя вором? А сколько раз нужно, чтобы по Библии, я говорю, не по народу? Потому что у нас народ, пьяница – это тот, который ежедневно прилазит домой на четвереньках. Исходя из библейского текста, я понимаю, что достаточно один раз оказаться в нетрезвом состоянии, чтобы по Библии понять, что у тебя проблема, квалифицируемая как пьянство. То есть это достаточно один раз оказаться в нетрезвом состоянии, чтобы осознать, что был совершен грех под названием пьянство, за который надо исповедоваться и каяться. У Бога нет двойных стандартов. Когда в Первом Коринфянам Павел пишет, царство Божие не наследует, а здесь что? А они, дикие, нецивилизованные, им Бог, дескать, чтобы они в язычество не шли, разрешал приходить в храм и напиваться, веселиться перед Господом так. Ну, хорошо, это я поставил проблему, я думаю, я ее вам очертил достаточно ярких красках, вот, чтобы показать, что в тексте, который перед нами, есть три проблемы. Проблема первая, что такое место, которое изберет Господь, чтобы там имени Ему пребывать. Проблема вторая, естественно, что это за вино и секера. И самое главное, что значит это приходить на место, которое изберет Господь и проедать при этом и пропивать десятину. Понимаете? Как это понимать? Ну, я коснусь кратко первой проблемы, серьезная проблема. Я не слышал этого языка здесь, в Алма-Ате, по крайней мере, но этот язык весьма распространен в российских унионах. культурное влияние. Стоит коробочка, собирает деньги на строительство, как сказано, как пишут часто? Храма. Скажите, пожалуйста, можем ли мы назвать теологически это помещение храмом? Тема у нас «Как применить это сегодня?» Двенадцатая глава книги, четырнадцатая глава книги Второзакония очень четко дает нам определение храма. Ветхозаветный храм это место, единственное место, которое избирает Господь, чтобы имя Его там пребывало. Я вам покажу двенадцатую главу, чтобы вы увидели очень четко, как Бог это эти вопросы. Ну, будем так, он эту фразу несколько раз, такая длинная фраза, но он пытается это сверлить в сознание израильтян. Вот, что он говорит. Вот законы, постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять, земля, которую Господь, Бог Отцов, дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили Богам своим, разрушьте жертвенники их, четвертый текст. Не то должны, а вот, разрушьте жертвенники их, сокрушите столбы их, сожгите огнем рощи их, разбите истуканы, истребите имя их от места того, не должны вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, пятый стих, который изберет Господь Бог из всех колен ваших, чтобы там пребывать, видите, к месту, которое Господь Бог изберет из всех колен ваших, чтобы там пребывать имени Его, туда приходите, туда приносите ваши всесожжения, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши, первенцев крупного скота вашего, мелкого скота вашего, и опять же, приезжайте там перед Богом вашим, веселитесь вы, семейство ваше, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой. Очень интересное определение храма. У американцев еще хуже. вот это место, на котором вы сидите, по-английски называется sanctuary. Знаете, что такое sanctuary? Святилище. Ну, если бы это было бы буквальное святилище, то я вам скажу, что бы вам пришлось делать, ну и, естественно, членам церкви, приходя на богослужение. Вы бы все стояли вот там, вот в том фойе, ну а если пастор это типа священник, то пастор бы вышел вот там к двери, а здесь бы было закрыто. Понимаете? Самая большая проблема в адвентизме это то, что мы взяв за основу православное богословие, пытаемся делать теологию нашего богослужения, воспринимая это место как будто это храм. Если мы так будем делать, то вся наша доктрина о святилище это самоубийство. Понимаете? Являлся ли израильский храм в Ветхом Завете местом для богослужений? Давайте посмотрим. Исход 23 Исход 23 глава. 14 текст. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. 16 текст. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу свою». Опять повтор. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицо владыки Господа Бога». Если храм это место богослужения, то богослужение в Ветхом Завете имело место три раза в году. Это нормально? Собратья, храм это было не место богослужения. Храм это было место ритуала. Ритуал совершался у жертвенника. Вернемся в Второзаконие 12 глава. и посмотрим как совершался ритуал. Во-первых, принесите туда всесожжения ваши, десять жертвы ваши, десятины ваши, возношение рук ваших, обеты ваши, добровольные приношения ваши, первенцев, крупного мелкого скота, и ешьте там перед Господом Богом вашим и веселитесь. Как вам нравится такое богослужение? Поставили, ну, буквально, что они делали? Ставили мангалы и жарили шашлычок. Ну, мирная жертва так и, в общем-то, и делалась. В общем-то, что такое? Причем, приглашайте всех. Если принесли в мирную жертву овна, то нужно пригласить гостей, потому что мирная жертва до утра не должна оставаться. То есть, это праздник, причем, вы видите, какие праздники, три праздника урожая всего, являлись в храм. То есть, почему я об этом говорю? Когда я слышу, когда начинают рассказывать, Господь, да в храме Твоем, да умолкнет вся земля, вот вы находитесь в храме Божьем, а здесь, потому что это место посвященное, я понимаю, что мы вообще не понимаем, что такое храм Божий, исходя из текста Пятикнижи. Еще раз повторяю, храм Божий это место ритуальных жертвоприношений. И на основании исход 23.17 в храм Божий следовало приходить три раза на праздники урожая. Заодно не забыть десятина. Почему? Потому что десятина это с урожая. То есть это как бы я буду второй пункт говорить о десятине и тоже смотреть как применимо. Но сначала я скажу, окей, если это не храм Божий, то где нам брать тело? То есть я вернусь к вопросу. если мы понимаем, что храм Божий это место для ритуальных жертвоприношений, и мы понимаем с вами, что ритуальные жертвоприношения для чего делались? ну, очищение все эти для чего делались? Через жертвоприношения. Почему без кролития крови нет прощения? Указание на заместительную жертву Мессии. Правильно? То есть храм это было такое наглядное пособие, которое указывало на план спасения, который начинался с момента, когда Иисус пролил кровь на Голгофе. И что произошло в храме в момент, когда Иисус пролил кровь на Голгофе? Завеса разрывается, Библия пишет, что добавляет Елена Уайт? Агнец убегает. То есть ритуальное жертвоприношение не состоялось, а состоялось истинное жертвоприношение. А как мы после этого? То есть фактически храм закрылся на 14 15 ну в ночь с 14 на 15 Ниссана 31 года нашей эры. Храм закрылся. Вот это место, где пребывала слава Божья, оно закрылось. Куда слава Божья пошла? Скажите, пожалуйста. Давайте почитаем, куда слава Божья пошла. Потому что это ключевой момент понимания разницы между Ветхим и Новым Заветами. Вы помните евреям 13 глава, 9, 8 глава, 13 стих. Последний стих послания к евреям. Тех, которые, стих, который часто люди боятся. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Ну, если мы так возьмем, то понятно, что будем труситься, как на этот текст ответить. Надо дальше читать. Дальше написано, тут, понимаете, товарищ ехал в карете, поставил не там номер главы. Первый Завет имел постановление о святилище какое? О богослужении и святилище земное. Да? То есть, и дальше объясняется все, а святилище читать не буду. И поэтому, естественно, со смерти Иисуса первый Завет закончился. И, естественно, святилище земное, хоть там еще ходили апостолы в храм, но это уже другой вопрос, что такое храм времен Ирода. Я уверяю вас, что апостолы за исключением того случая с Павлом, когда его арестовали, когда тот пытался участвовать в жертвоприношении, в остальных случаях, они, ходя в храм, не занимались жертвоприношениями. Уверяю вас также, что ни разу в Евангелиях нигде вы не найдете, чтобы Иисус, приходивший в храм, регулярно занимался жертвоприношениями. Потому что Павел здесь очень четко показывает святилище, которое находилось на территории Иродового храма. Окей? Вот. Дальше не пойду по этой теме. Четко прописано определение, почему закрылся храм. Хорошо. Куда пошла слава Божья? Давайте обратимся в Евангелие от Иоанна. Потому что куда пошел Иисус после смерти, мы знаем. Куда пошла слава Божья? В Евангелии от Иоанна диалог между Иисусом и Самарянкой, 4 глава. Женщина задает теологический вопрос резко. 20-й текст. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Вы понимаете, что разговор вокруг 12-й и 14-й глав второзакония? Вы помните, мы это читали? Постановление второзакония. Место, которое изберет Господь, чтобы там пребывало имя Его. Запомните это выражение. Естественно, мы понимаем, что на этом имя, что вообще имя в данном случае, оно идентифицируется с хиной, славой Божьей. Почему только туда? Потому что там за завесой на ковчеге, на херувимах восседала слава Божья. Читаем ответ Иисуса. Фундаментальный переход. Наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Дальше 22 текст это как в скобках. Вы не знаете самаряне чему кланяетесь, а мы знаем чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев это скобки. Повтор 23 стих. Но наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу как? Что значит в Духе и истине? Как это понимать в контексте? Понимаете, если мы вырвали, поклоняемся в Духе истине, поклоняемся в Духе истине, можно все что угодно с этим делать. А тут же ответ. Иисус отвечает, так как наступает время, когда место географического, которое избирает Господь, Бог, чтобы пребывать имени Его там больше не будет, соответственно, вместо этого места Иисус говорит, поклоняться будут в Духе и истине. Как эту фразу переварить? А переварить нам поможет Павел. помните, что Павел про храм и про Духа говорит? Что происходит? Как меняется? Где вот эта грань между Ветхим Заветом и Новым Заветом? А грань вот она где. Ветхий Завет имел святилище земное, где слава Божья обитала в определенной географической точке, куда надо было идти для того, чтобы соприкоснуться с ней. После смерти Иисуса этот, эта географическая точка перестает существовать, исходя из того, что где теперь храм по Павлу, исходя из слова Иисуса, что вместо конкретной географической точки в духе и истине, я другого вывода сделать не могу, что речь идет о том, как Новый Завет, по Новому Завету Святой Дух, слава Божья, перемещается от Херувимов на ковчеге в сердце каждого верующего. То есть, наше Богопоклонение, тут Иисус говорит, Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Здесь суть теологии Богопоклонения. Храм это жертвоприношение. Здесь Иисус говорит о Богопоклонении. Проблема католицизма и православия и мессы и прочего это не умение или преднамеренный отказ сделать различие между Богопоклонением и жертвоприносительным ритуалом. И поэтому помню фразу еще в 92-м по-моему Евгений Владимирович на заочной сессии тогда говорил употребляя фразу разница между Боговерием и обрядоверием. По сути всего обряда веры это восприятие Богопоклонения как непонимание что в храме ветхозаветнем это не место для Богопоклонения но место для жертвоприношения. И если мы понимаем что в храме вот на том месте куда мы прочитали приходят всего три раза в год и кушают там мирную жертву что это акт Богопоклонения тогда у нас проблема тогда нам нужно что-то изобрести что это заменяет ну естественно таким образом в церковь появляется алтарь а что такое алтарь жертвенник а на этом жертвеннике приносятся в жертву хлеб и вино путем священодействия священника при осуществлении и пошло поехало понимаете проблему что нам от этой теологии нам как адвентистам если мы только схватимся за идею что это место храм у нас только одни проблемы потому что тогда от аргументов апологетов православия нам не открутиться поэтому ну и более того исторически понимание то есть адвентизм это разрушение старой парадигмы о том что святилище это земля как только эта парадигма разрушена приходит понимание служения Христа в небесном святилище что ложится в основу в ядро вероучения адвентистов седьмого дня хорошо мы говорили что храм в ветхом завете это место жертвоприношений и обрядов а было ли в ветхом завете бога поклонения было еще одну книгу неизвестную по плану вы дошли до книги не имею уже прочитали ну хорошо значит текст знаете хорошее дело все таки до этого когда последний раз не имею читали хорошее дело мудро все таки сделали давайте откроем еще раз вот она восьмая глава когда наступил седьмой месяц сыны израилевы жили по городам своим тогда весь народ собрался как один человек на площадь которая перед водяными воротами сказали книжнику Ездры чтобы принес книгу закона Моисеева который заповедал Господь Израиль и принес Ездра закон перед собранием мужчин и женщин все которые могли понимать в первый день седьмого месяца и читал из него на площади которая перед водяными воротами от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами всеми которые могли понимать и уши всего народа были преклонены к книге закона скажите пожалуйста где читается книга закона на площади не в храме не перед храмом а на площади перед собранием мужчин и женщин вот оно раздел а храм тогда существовал уже существовал его восстановили читайте книгу Ездры читайте того же не имею вы увидите что там есть и священники мы еще вернемся к книгу там и священники и левиты есть но Ездра хоть и священнического рода читая перед народом книгу закона функционирует здесь не как священник священодействующий перед жертвенником приносящий жертву а как книжник знаток священного писания понимаете теперь давайте смотреть дальше четвертый стих книжник Ездра стоял на деревянном возвышении которое для него сделали вот оно деревянное возвышение подле него по правую руку стояли я не буду читать имена а вот теперь смотрите и открыл Ездра книгу перед глазами всего народа потому что он стоял выше всего народа когда он открыл ее весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого и весь народ отвечал аминь аминь поднимая вверх руки свои поклоняясь и повергаясь пред лицом господом до земли вот вот оно богопоклонение когда происходит акт богопоклонения когда читается священное писание богопоклонение есть библия библия разделяет ветхий завет разделяет между богопоклонением которое является возданием славы божьей благословением бога связанным с тем что люди ищут мудрости божьей в понимании божьего откровения люди благодарят то есть вот оно все есть вот вам Ездра благословил господа бога Ездра стоит на возвышении мы явно видим здесь элементы извините протестантского богослужения хотя в общем-то это синагога так по секрету скажу вот ну да центром богопоклонения в чем проблема католицизма православия центр богопоклонения месса это по сути попытка подменить жертвоприношение и поэтому богопоклонение ведет тот кто заявляет что является правоприемником левицкого священства здесь же Ездра хоть и по праву священник но не совершает священно действие или жертвоприносительного ритуала но читая книгу закона он фактически руководит богопоклонением первый урок второзакония не путайте и не используйте сегодня язык храма когда хотите преподавать правильное богопоклонение уроки надо брать не из жертвоприношений а брать надо уроки из книги Ниеми вы меня спросите о Ниеми а что было во времена сразу после Моисея я отвечу на этот вопрос когда мы разберем третий пункт я применяю местами третий пункт это десятина возвращаемся обратно второзаконие четырнадцатая глава четырнадцатая глава второзакония и возвращаемся опять же к двадцать второму стиху сейчас я открою английский текст чтобы можно было читать нашим англоговорящим у меня можешь не читать если текст откроет двадцать второй текст сейчас я увеличу шрифт отделяй десятину всего произведения и ешь что это за десятина которую надо есть перед Господом Богом у нас здесь серьезные противоречия это не единственное место где говорится о десятине вторе нам нужно сравнить например левит двадцать седьмая глава и вот что сказано нам в левит двадцать седьмая глава тридцатый текст всякая десятина на земле из семян земли принадлежит Господу это святыня Господня стоп мы только что прочитали отделяй десятину и ешь а тут нам сказано всякая десятина принадлежит Господу ну я не буду от вас скрывать есть историко критический метод исследования и ученые придерживающиеся этого метода говорят это закон священнического кодекса а второзаконие это другие законы это одно из доказательств того что пятикнижие не является единой книгой давайте обратимся к иудейской традиции иудейская традиция говорит о том что десятина описанная в книге второзаконие 14 глава является ничем иным как второй десятиной давайте посмотрим на разницу то есть есть ли у нас понятие первая вторая десятина в Библии я хочу вам предложить вернуться в книгу Ниеми Ниеми 10.38 и здесь есть интересное высказывание а при левитах когда они будут собирать левитскую десятину там будет находиться священник но я хочу обратить ваше внимание на выражение на выражение левитская десятина то есть есть левитская десятина а есть нелевитская десятина давайте посмотрим о левитской десятине у нас написано в числах книги чисел восемнадцатая глава числа восемнадцатая глава вот что нам говорится здесь все говорится о священниках и левитах и вот что здесь сказано двадцатый стих говорится о том что левитам нет удела и поэтому сынам левиным я дал в удел десятину из всего что есть у Израиля я верю что Библия это откровение Божье и соответственно я не верю что Библия это набор разного фольклора который противоречит друг другу исходя из этого я понимаю что в Библии нет противоречий соответственно если единственным способом объяснить что происходит в Таразаконии это согласиться с еврейской традицией о том что книга чисел 18 глава книга левит 27 глава говорят о левитской десятине тогда как книга в Таразаконии 14 глава говорит о храмовой храмовой десятине давайте посмотрим на их разницу мы уже посмотрели сынам левия дается десятина в удел обратим внимание что происходит с десятиной книги левит 27 глава вернемся к нашему 30 стиху всякая десятина на земле принадлежит Господу это святыня Господня понятно а вот дальше обратите если кто хочет выкупить десятину свое то пусть приложит к цене ее пятую часть а это как понимать ну давайте будем так говорить когда у вас может быть золотые монеты да ну представьте себе что вы находитесь в условиях подобных блокадному Ленинграду вы думаете вы ваши золотые монеты на хлеб намажете или из них хлеб спечете понимаете в той экономике того времени ну в реальности семье любой любой семье что нужно поставить хлеб на стол то есть в той экономике как это сказать supply по-русски предложение продуктов понимаете сегодня нам выдали купюры или положили нам вообще на карточку мы с этим пошли в магазин на базар и купили понимаете в то время откуда базар берется базар берется от излишков продовольствия в то время не было такого количества излишков то есть грубо говоря если вдруг какой-то неурожайный год то в общем-то левиту будет сложно на рынок пойти и купить то есть фактически в то время человек предпочитал получать плату натуральным продуктом и поэтому если у человек понимал ага мне продукт нужен да там зерно мне нужно оливки мне нужны то как говорится происходил обратный процесс я помню в девяносто восьмом году когда кризис ударил братья с Молдавии привезли в Зоок грузовик с орехами и медом и мы говорим а что это такое а это говорят десятину нам члены церкви принесли помните такая была не пару лет ну и правильно а что конференции делать конференции надо как-то леи достать чтобы пасторам дать соответственно им пришлось нанимать ну а люди принесли то что у них было потому что у людей на их хозяйствах орех рос пчелы водились виноград рос аллей им за это никто не давал они это принесли как полагается по закону положили в церковь а что конференция с этим будет делать ну конференции пришлось крутиться ехать грузовиком заокский и просить чтобы братья в заокске поменяли эти хорошие молдавские продукты на бумажные рубли понимаете а тут наоборот причем конечно же они теряли расход на грузовик расход на таможню расход на то но им хоть как-то надо было эту десятину обналичить а тут другая ситуация тут левиту приносят натуральным продуктом а если не можешь то ты прибавь к этому серебра столько чтобы левит мог таки иметь средство пойти и превратить это серебро которое он себе на хлеб не может бутерброд с серебром дать своим детям он это должен серебро не обналичить а получается опродуктить обратите внимание левит 27 если человек желал превратить свою десятину в деньги он должен был аж 20 процентов этого интерста дать как это сказать интерст ну в общем процент положить это серьезные вещи а теперь посмотрим второзаконие второзаконие четырнадцатая глава возвращаемся написано 22 текст отделяй десятину ежегодно ешь перед господом 24 текст если же длина будет для тебя дорога дорога так что ты не можешь нести сего потому что далеко от тебя место видите совершенно другой подход эту десятину надо нести в храм три раза в год получается то обменяй 25 это на серебро не надо добавлять ничего а потом приходи на это место и там на этом месте покупай волов овец вина секера и всего что душа пожелает мы только что с вами разбирали что происходило на месте которое избирает господь там происходили жертвоприношения что нужно для жертвоприношения читаем читаем исход 28 глава нам описывает например ежедневные жертвоприношения 29 извините 38 текст вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних агнца утром и вечером десятую часть пшеничной муки смешанная с четвертью гина битого елея а для возлияния четверть гина вина на одного агнца подходит список только там секера есть о секере скажу в третьем пункте то есть ничего другого обратите внимание на список в книге старозакония 14 глава 14 глава 25 текст поменяй на серебро приходи на место и покупай вроде сначала написано все что душа твоя пожелает а потом перечисляется что твоя душа в общем-то может пожелать пожелать она может только то что в списке для жертвоприношения вот вам картина ресурсов управления ресурсами согласно законам Торы первое и святое что человек возвращал это была левицкая десятина она называется святой но кроме левицкой десятины была храмовая десятина второзаконие 14 глава говорит о храмовой десятине которая приносилась к храм правила ее использования были другие левицкая десятина обращалась отправлялась прямо левитом а храмовая десятина использовалась для обеспечения ритуальных нужд святилища причем именно по отношению к храмовой десятине в 27 главе говорится 28 главе говорится по прошествии трех лет отделяй десятины и давая ее пришельцу сироте и вдове то есть два года согласно этим текстам храмовая десятина шла на обеспечение нужд храма третий год на благотворительность опять возвращаемся к применению вы знаете что я обнаружил я обнаружил сейчас по Америке такое движение движение о том чтобы церковь не возвращала десятину в конференцию так как церкви не хватает на развитие а я вам скажу почему церковь не хватает на развитие потому что мы говорим десятины и пожертвования мы неправильно говорим понимаете десятину человек понял десятину человек принес положил естественно церковный казначей сразу ее переправил в конференцию а потом вдруг ой пожертвование ой где у меня там лишнее тенге лежит положили что попало приходит время что-то в общине делать а община своих средств не имеет а в некоторых конференциях я знаю что община настолько своих средств не имеет что конференция получив десятину вынуждена теперь отдать ее обратно общине на аренду или на другие расходы в результате конференция средств не имеет ну и пошло поехало а проблема то решается по библейски есть левицкая десятина есть храмовая десятина ну храмовая десятина и потом еще мы видели в двенадцатой главе второзакония есть то что называется пожертвование и возношение что такое пожертвование это вот принесли снопик потрясение ну что такое снопик понимаете поэтому когда мы объявляем сбор десятины пожертвований люди сдают десятина а потом снопики это то что местная община имеет и все понимаете хорошо как мы это можем применить может это ну он уж храмовое все у нас есть стих первая коринфянам десятая глава несмотря на то что первая десятина идет левиту вторая десятина идет храм первая коринфянам десятая глава говорит нам о том что не знаете ли вы что служащие у жертвенника питаются от жертвенника соответственно служители евангелия питаются от благослования этим стихом павел делает исключение из правил потому что мы только что с вами прочитали евреям восьмая девятая глава что ветхий завет и храм закрыт но павел делает за исключение вот первая коринфянам десятая глава у нас получается за исключением системы десятин которые были как это проповедовать ну я вам скажу если вы скажете первая десятина вторая десятина люди схватятся за голову несмотря на то что Елена Уайт писала неоднократно что израильтяне где-то отдавали 25% ну я хочу я всегда предлагаю из своего пастерского опыта следующую схему и вы знаете это работало когда мы эту схему применили мы сели советом конференции в в конце года и у нас оказался сюрплюс как это сказать сюрпласс избыток у нас в бюджете у нас плюс был в бюджете а что делать решили расходовать дали вот на Молдавию там еще то есть Господь благословил и люди не жаловались ну система справедливая потому что речь идет о процентах давайте я вам опишу как это можно сказать с каждой тысячи тенге на нужды богослужебные пожертв то есть то что вы назваете это 60 тенге откуда я это беру 1000 тенге если мы понимаем что десятина нам не принадлежит значит наша фактическая зарплата равняется 900 тенге 900 тенге надо отделить десятину равняется 90 тенге тенге части это храмовая часть одна часть благотворительная часть благотворительная часть ну помочь бедным всякие ситуации то есть 30 тенге человек оставляет у себя распоряжается ну там может вадру дать может дать тавифу может дать куда но 60 тенге это нужно для того чтобы церковь жила и функционировала проблема в том что мы не проповедуем помогите мне с русским языком ownership нет не управление ресурсами владение понимаете почему люди дают десятину приносят они понимают что это господни а в пожертвование кладут один тенге они не понимают что это кафедра это их они не понимают что эти стулья это их что это здание это их понимаете вот эта проблема часто которая возникает из-за того что человек не осознает что церковь в которую он приходит это его церковь точно так же это неотъемлемая часть его дома здесь то есть что это не дядя принадлежит ни пастору ни конференции понимаете здесь вот это есть мы можем эти принципы оказывается применять вот можем применять и когда мы их начинаем применять даже если та часть семей которые начинают это внедрять ну я сталкивался с разными ситуациями не буду говорить кто но были служители которые пытались там семьям говорить вот я знаю вы дайте что возникает проблема если мы говорим просто с каждой тысячи единиц валюты заработанной вами вы положите на ваш дом это ваш дом это ваш дом вот понимаете мы часто говорим божий дом это не совсем так божий дом это храм вы понимаете связь теперь это дом собрания это ваш дом это место где вы служите богу оно нуждается в том чтобы здесь совершалась работа шестьдесят из тысячи так говорит второзаконие и поэтому это в моей пастерской практике в нескольких церквах у меня ну я вам скажу так когда я принял русскую церковь в городе Нью-Йорке я там был пастером четыре года я их как говорится передал вот между годом принятия и между годом передачи десятина поднялась в восемь с половиной раз бог благословляет у меня нет времени рассказывать про благословенный доллар но это история отдельная да один раввин так давал людям доллар и так говорил богословенный один владелец магазина в Америке он взял этот доллар и он приобрел ну в конце работал приобрел магазин и вот он верил что он повесил этот доллар потом в рамочку и всем показывал что мне же рабай дал благословенный доллар я смог купить магазин я это немножко разворачиваю историю когда говорю проповедь о управлении ресурсами я говорю посвятите Богу что вы даете все и Бог благословит если клепта да если вы готовы дать Богу тинге один нет проблем только посвятите это тинге Богу вот нет проблем Бог и из одного тинге посвященного ему сделает чудо и когда мы это ввели вот это вот благословенные деньги почему-то начало расти и вроде люди не жаловались как-то так не знаю ну вот такой опыт хорошо время мое истекло но вам же наверное про секеру интересно пять минут отвечу быстро возвращаемся сюда где у нас здесь променяй на серебро покупай волов овец вина секера значит мы говорили волы и овцы это то что на жертвоприношении вино мы видели тоже вино мы видели тоже применяется в жертвоприношении и мы знаем текст левит 2 10 никакой жертвы не делайте квасной ибо ни квасного ни меду нельзя приносить в жертву господу то есть однозначно мы можем говорить что вино которое приносилось на жертвенники это часть жертв мирной жертвы оно не квасной что здесь делает секера еврейское слово шакар сейчас я вам покажу немножко лингвистики вынужден показать я это пришлось покопаться дело в том что практически все английские переводы переводят этот текст как крепкий переводят слово секера как крепкий напиток сейчас пытаюсь показать ладно не буду показывать не умею этой программой по-нормальному пользоваться даже параллельный текст который на английском показывает там написано строн беверидж это самое да это самая большая ошибка английских переводов проблема в том что слово шакар еврейское предполагается что его корень исходит из аккадского существительного шакару что такое шакару я тоже это немножко покопал дело в том что при раскопках древнего города Ур и Лагаш это древние шумерские города были обнаружены таблички на шумерском там было слово каш называлась табличка ну так как это слово это табличка с названием каш и дальше идет рецепт было найдено в месте где совершалось в общем-то это было пивоварня и рецепт был как рецепт пива то шумерский словарь Даймеля переводит этот логограмму каш как пиво Даймель также имеет очень важный элемент у него одна колонка шумерские слова другая колонка древневавилонские слова и вот в табличках древневавилонских сейчас я вас совсем запутаю слово каш переводится как шакару на аккадский язык отсюда считается что корень шакар еврейское слово значит это пиво или водка проблема эта проблема называется филологией корневой обман ну в разных группах языков по разному я переведу переведу русский пример и один из славянской группы другой из германской возьмем германскую группу в конце войны многие немцы получали из Америки посылки на которые выбрасывали потому что на них было написано английское слово gift что по-немецки означает отрава это называется корневой обман есть похожие вещи в славянских языках проезжали мы мимо Братиславы смотрю название Патравиловка по-словацки столовая что это значит автоматически переносить хоть и сродный язык в одной группе переносить из вавилонского названия слово шакару на еврейский невозможно в чем проблема это я копал тоже сконсультировался с Майклом Хазелем нашим археологом из Южного колледжа действительно в вавилонии находили остатки пивоварен но на сегодняшний день не знаю в курсе вы занимались этим вопросом Артур Турович или нет но как мне Майк Хазель сказал нам неизвестно чтобы в Леванте это у нас восточное Средиземноморье Израиль и Севернее занимались производством алкоголя из зерен то есть никакой водки никакой аналогов пива в Египте производилось в Вавилоне производилось в Израиле не производилось только виноделие и только напитки из вина как крепкие так и не крепкие соответственно проблема как она в контексте Библии решается вернемся в книгу исход сейчас последняя минута вернемся в книгу исход 39 глава 40 текст написано одного агнца приноси утром и вечером что к агнцу идет мука елей и вино есть параллельное место это числа 29 глава точно такие же описания жертвоприношений посмотрите 28 извините числа 28 глава 7 текст 6 текста всесожжение постоянное значит написано так о превозлиянии при ней то есть два агнца то же самое на четверть гина на одного агнца возливай возлияние и дальше русский перевод пишет вино господу сейчас открою еврейский еврейский текст не употребляет здесь слово ягин а употребляет здесь слово шекар секера мой вывод слово шекар и слово ягин в еврейской библии употребляется как синонимы обозначает скорее всего разные типы продукт вернее разные продукты сделаны из разных типов винограда как и тот и другой продукт приносятся в ежедневных жертвоприношениях соответственно приносимое в ежедневных жертвоприношениях не может быть квасное не может содержать алкоголя соответственно вино секера и написано ешь перед господом второзаконие 14 это ритуал жертвоприношения который никаким образом не предполагает употребление алкоголя ни в каких богослужебных целях все 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 Продолжение следует...